Доброе утро, дорогие друзья! Начинаем информационный телемарафон. В прямом эфире телеканала Freedom. Наталья Сопит, Юрий Кулинич. С вами до 11 утра. Будем сообщать вам самые главные новости. Ну и, конечно же, начнем с оперативной информации. В швейцарском Давосе продолжает работу Всемирный экономический форум. Чтобы обсудить глобальные угрозы и вызовы, собрались политики из более чем 100 стран, бизнесмены и общественные деятели. Среди ключевых тем – война России против Украины и конфликт на Ближнем Востоке. Украинскую делегацию на форуме возглавляет президент Владимир Зеленский. Сегодня ожидаем его выступления. Глава украинского государства также проведет ряд двусторонних встреч. Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию. Накануне уже встретился с президентом страны Виолы Амкерта, а также с высокопоставленными швейцарскими чиновниками. Известно, что Швейцария анонсировала предоставление более полутора миллиарда евро помощи Украине с 2025 по 2028 год. Об этом Амкерта заявила на совместной пресс-конференции с Зеленским. Также украинская и швейцарская команды с сегодняшнего дня приступают к подготовке проведения глобального саммита мира на уровне лидеров государств-участниц. Этот саммит должен наполнить необходимой энергией все то, что уже удалось достичь, и определить, что завершение войны должно быть исключительно справедливым. А восстановление силы международного права действительно полным. Швейцария в этом наш партнер. Швейцария делает акцент на восстановлении Украины. С точки зрения Федерального совета восстановление имеет стратегическое значение для стабильности континента. Политическим компасом восстановления служат принципы Лугана, заложенные на конференции по вопросам восстановления Украины в июле 2022 года. Добавили, что на форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский будет говорить о возвращении похищенных украинских детей, усилении санкций в отношении России, поиске механизмов для использования замороженных российских активов, а также о финансовой поддержке и восстановлении Украины. Стратегической целью Украины остается выход на границы 1991 года, заявил в Давосе министр обороны Украины Рустам Умеров и отметил, что для этого необходима поддержка союзников, в частности, постоянное санкционное давление на Россию. Кроме этого, министр предложил создать международную рабочую группу, которая будет заниматься вопросом вывода российских войск из Украины. Наша стратегическая цель, как я уже сказал, достичь границ 1991 года. Наши военные цели всегда находятся в рамках плана, согласованного с партнерами. Мы уже вернули себе 50% территории Украины, захваченной Россией. Все по плану. Мы освобождаем северо-западную часть Черного моря. Российский флот уходит из временно оккупированного Крыма, и мы возвращаем себе территорию. Какой план на 2024 год? Это знают только Украина и ее партнеры. Перед началом экономического форума в Давосе состоялась уже четвертая встреча советников по нацбезопасности по украинской формуле мира. Среди участников были представители более 80 стран и международных организаций. По словам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, собрание в Швейцарии является продолжением встречи на Мальте, где были рассмотрены первые пять пунктов украинской формулы мира. Остальные проработали в Давосе. Среди прочего обсудили выводы российских войск из Украины, а также недопущение эскалации и повторения войны. Увеличение финансовой помощи Украине позволит в будущем избежать войны между НАТО и Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, в противном случае наведение порядка в мире будет стоить гораздо больше, чем нынешняя поддержка Киева. Кулеба также подчеркнул, что в последнее время Россия все чаще прибегает к попыткам расшатать доверие Запада к Украине. Однако безуспешно. Каждая попытка России дезинформировать мира о предполагаемой утечке или о незаконном обороте американского оружия в других частях мира оказывалась фейком. Так что не верьте в фейки, а верьте в Украину. Даже если у нас кончится оружие, мы будем сражаться лопатами, потому что на карту в этой войне для Украины поставлено существование нации. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины. Организация Объединенных Наций обратилась к донорам с призывом выделить более 4 миллиардов долларов на поддержку Украины и украинских беженцев. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и гуманитарной помощи Мартин Гриффитц на брифинге в Женеве. 40% населения Украины в этом году будет нуждаться в гуманитарной помощи. Это более 14,5 миллиона человек, в том числе 4 миллиона внутреннеперемещенных лиц, а также больше 3 миллионов человек, проживающих в прифронтовых общинах на востоке и юге Украины. Эти 3 миллиона находятся фактически посреди зоны боевых действий, ежедневных бомбардировок и неуверенности в том, чем закончится день. Это действительно шокирующе большое число даже в наши дни. Мы призываем всех подписываться на наш телеграм-канал, где мы размещаем буквально в режиме 24 на 7 всю актуальную информацию, но также ссылки на интервью наших корреспондентов, на материалы наших журналистов. Ну и с помощью телеграм-канала Freedom можно следить и за прямым эфиром. Собственно, для того, чтобы оформить подписку, нужно забить в поиск телеканал Freedom или же сосканировать тот QR-код, который вы сейчас видите на своих экранах. Ну и далее обсудим 692-й день полномасштабного вторжения России в Украину. Два сбитых российских самолета и много другой уничтоженной техники оккупантов. А ситуация на фронте далее в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Россия надеется отвоевать утраченные позиции на юге Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. И отметил, что украинские войска проводят небольшие контратаки. Россия пытается перехватить инициативу накануне второй годовщины ее полномасштабного вторжения в Украину. Но украинские военные постоянно держат противника в напряжении. Не дают ему покоя, ища возможности нанести удар и самим перехватить инициативу. Но даже здесь боевые действия имеют меньший масштаб. Наступление на уровне батальона – большая редкость. Александр Сырский, командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, в комментарии Рейтер. Как сообщают в генштабе ВСУ, на разных участках фронта произошло 86 боевых столкновений. В частности, на Купинском направлении украинские военные отразили атаки российской армии в районах Синьковки, Харьковской области. Там противник безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение. Традиционно больше всего атак россияне предприняли в Донецкой и Луганской областях. Авиационный удар россияне нанесли возле Богдановки Донецкой области. Также при поддержке авиации противник безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение на Авдеевском и Марьинском направлениях. С большим рвением российские оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ на Таврическом направлении. В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск Таврия на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать противника, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося российским оккупантам значительные потери. Силы обороны Украины продолжают уничтожать технику российских оккупантов также и с помощью беспилотников. За последнюю неделю захватчики лишились по меньшей мере двух систем ПВО. Как заявили в Министерстве цифровой трансформации, кроме того, за неделю были уничтожены 44 танка и 258 опорных пунктов. У нас очень хорошие дроны. Большое спасибо. Они уничтожают российских солдат на раз-два-три. Благодаря им мы всегда на чеку на позициях. А еще у нас очень хорошая артиллерия. Ребята просто прекрасно отрабатывают. Поэтому я думаю, что у россиян нет никаких шансов. Всего за минувшие сутки силы обороны Украины ликвидировали 980 российских военных. А с начала полномасштабного вторжения России в Украину, по данным Генштаба ВСУ, потери россиян составили более чем 371 тысячу солдат. Также украинские защитники уничтожили 14 танков, 20 боевых бронированных машин, 24 артиллерийские системы, 2 системы ПВО. Кроме этого, украинские военные сбили 4 БПЛА, 1 крылатую ракету и уничтожили 34 единицы автомобильной и специальной техники, а также цистерны с топливом. Редактор субтитров А.Семкин